Всем привет! С вами снова я, Виктория Крокус. И сегодня я вам расскажу о своих покупках из зоомагазина. Сегодня со мной будет сниматься Далматин, Фикуша. И также шарвоточка есть, но она сидит возле двери. Может быть, попозже она к нам подойдет. И первая покупка это был корм для Фикушки. Это брит для щенков крупных пород с ягненком и рисом. Дальше она ела Роял Канин, но это просто ужасный корм. Во-первых, от него ужасный запах просто идет, он пахнет на всю квартиру. Фикки от него была чуть аллергия, потому что Далматин очень аллергенная порода. И нужно, чтобы белков в корме было не более 24. Это корм 12 кг, он стоил 3,7, со скидкой он не обошелся в 3,200. Фикушку уже съела где-то вот столько, ну еще достаточно много осталось. Пока мы мешаем с Роял Канином, но я уже жду не дождусь, когда наконец Роял Канин кончится. И мы будем давать ей только вот этот вот. Внутри корм просто обыкновенный, вот такие вот гранулы, они черные, потому что он с ягненком. Нормально пахнет, в отличие от Роял Канина, корм достаточно хороший. Этот чешский производитель, конечно, не Акана, я бы сказала, это супер премиум, но не самый лучший, не Холистик, конечно. Он ей нравится, она его кушает, в принципе, это нормальная фирма чешская. Поэтому мы такой ей купили и решили на него перевезти. Хотели на Бош, но он с курицей, может быть, от него пойти аллергия. Следующий корм я купила для Шарлотты. Первый корм это Акана, для взрослых собак мелких пород. Шарлотта у меня на Акане, как вы уже знаете, она очень хорошо ела раньше этот корм. Сейчас я решила перевезти ее на другой, позже я вам покажу. Для мелких пород лучше брать именно корм для мелких пород, потому что там гранулы меньше, удобнее жевать, потому что я брала Холистик гипоаллергена Акана. С яблоком Шарлотта его плохо ест, потому что ей тяжело его жевать. Это с курицей, яйцом, рыбой и также с фруктами. Я беру зерновой, потому что без зерновой Шарлотта плохо ест. Это 340 грамм, всегда беру такую упаковку, стоил он 270 рублей. И следующий корм, на который я буду переводить Шарлотту, это Ориджи. Я теперь буду кормить Шарлотту этим кормом. Это один тоже производитель с Аканой, но Шарлотта ест его намного лучше. Но я решила покупать и давать Шарлотту именно Ориджи, чем Акану, потому что здесь намного лучше состав. Этот корм еще лучше, чем Акану, тут больше мяса. Тут 80% рыбы, то есть белка, 20% овощей и 0% зерен. Я взяла с шестью видами рыбы, это 6 видов рыб. Называется здесь тоже 340 грамм, стоит он 450 рублей. От Аканой разница на 160 рублей, то есть он настолько дороже. Я просто лучше корма не знаю, это и так холистик корм. Кто не знает, хотела бы объяснить, что такое холистик корм. Это тот корм, который изготавливается из продуктов, которые пригодны даже для человека. То есть из мяса, рыбы, которые может есть даже человек. Сейчас я вам прочту состав, это свежее цельное мясо лосося, мясо сельди, сайды, камбалы, судака, чуки, масло гороха, масло канола, люцерна, чечевица, бурые водоросли. В общем, теперь Шарлотку будет есть Ориджин и Акану я покупала в последний раз, потому что вот решила купить корм, который еще лучше. Просто лучше корма я уже не видела, если она это тоже будет плохо есть, то я уже туда не знаю, что делать. Следующая покупка это три свека от биф жевательных. Я взяла с креветками, сыром и печенью говяжью. Вы все знаете, что Шарлоты такие не ест, но я купила их для нашего Далматины фикуши. Она очень хорошо их ест, они ей чистят зубы, потому что я как-то боюсь ей чистить зубы, она уже взрослая достаточно. Такие вот розовенькие, это почти кончилось она желтая и с печенью красненькая. Вот она очень хорошо их кушает, я беру для мелких пород, потому что она их тоже долго ест и разжевывает все, потому что для крупных пород они прям совсем огромные, она же еще щенок, поэтому беру такие. Они ей очень нравятся, стоят они у нас 22 рубля. Дальше это лакомство, которое любят все мои собаки, стоило оно 120 рублей. Это сушеное легкое, оно такое вот крупненькое. Это мы брали для того, чтобы поощрять фикушу за все его хорошие действия. Ну, так же я даю Шарлотте иногда, просто как лакомство. В составе легкое говяжье. Всем его хочу посоветовать, я беру с детства Шарлоткиного, оно ей нравится, и Матина нашего тоже очень нравится. Очень классное лакомство для поощрения, идеальное для дрессировки. Я обычно брала поменьше, но вот если крупная порода, то только такое. Конечно же купила баранье легкое, тоже вот титбит сушеное. Это было в два раза больше, чем сейчас я вам показываю. Но мы уже поощряли и Далматины, и Шарлотки просто так давали, это размер XL, то есть очень большие. Дальше тоже мы купили для Далматины, потому что у Шарлотки погрызушек много, а вот у Далматины практически нет. Мы взяли такой, который будет долгоиграющий для нее. Вот титбит нога говяжья резаная. В составе просто нога говяжья, вот так вот она сзади выглядит здесь, с такими вот вкусными для собак штучками. Она очень большая, я думаю, что пушку будет очень долго грызть. Так вот выглядит нога. Когда будем уходить из дома, будем ей давать. Они уже вдвоем дома оставались пару раз, то есть они нормально друг с другом дружат. Решила прям сегодня снять видео о покупках из Зоу, потому что будем вечером давать. Следующая покупка тоже для Фикуши, это такие вот две ножки. Это нога баранье, две штуки в составе нога баранье, тоже от титбит. Стоило 150 рублей, вот это по-моему тоже 150. Такие вот две ножки, тоже будем давать погрызушки. Это, я думаю, она быстрее грызет, это подольше, но она не обжора, тоже нормально ест, она никогда не переедает. Следующая покупочка для Шарлотты, для собак мелких пород, это рубец. Шарлотта очень любит рубец, просто погрызть. Ей не подойдут такие всякие ноги и так далее для погрызушек. Она любит рубец. Это рубец говяжий, стоила такая штучка 117 рублей. У нас огромные скидки в Ветне были, так как Ветне исполнилось 23 года. Я набрала достаточно много погрызушек таких вот. Вот буду давать Шарлотте, она очень это любит. Но хочу дать совет, берите где побольше этого черненького сверху, потому что собаки их лучше едят. Если вот, как, например, в первой, собака будет плохо есть, потому что она не такая вкусная. Трава и само вот мяско. Вот, кстати, моя долматинушка. Вот вам хочу показать. Вы, наверное, плохо видели, у нее зеленые глаза. Никогда не покупайте долматины с голубыми глазами, потому что они глухие. Хотела вам сказать, предупредить. Также, кстати, мы ей такой вот ошейничек красивый купили. Не стала снимать. Вот кожаный и с такими голубыми бриллиантиками. Как все на моем канале очень любят Шарлотты, я бы вам хотела также показать Шарлотточку, конечно же. Вот моя маленькая шарлупунчик. Следующая покупка тоже для Шарлотты. Это ее любимые кишки говяжьи. В составе кишки говяжьи тоже маленькие такие. Я их еще нарежу на три, одну палочку. И буду давать, как лакомство, погрызть. Толя 81 рубль. Я уже привыкла к запаху, абсолютно нормальный запах. Я могу посоветовать, собаки просто обожают их. Дальше еще очень давно я купила вот такие вот от Пури на проплан палочки. Но Шарлотте я их не давала, потому что она как-то не очень хорошо их ест, потому что в составе много риса. Но я дала своей фикуши, далматину. Вот, кстати, он даже на рисунке тут есть. Первый раз заметила. Она очень хорошо их кушает. Для нее можно одну палочку в день. Вот я ей даю одну палочку в день для того, чтобы она очистила зубы. Состав тут, конечно, не очень. Из баловной собаки есть не будут. В составе рис, глицерин, минеральные вещества, белок, птицы, пшеница, сорбит, животные жиры. Вот. Ну, это так почистить зубы. Если вы не хотите чистить пасты, то, в принципе, можно вот так вот такие вот чистилки давать. Бережный массаж десен благодаря эластичной структуре кусочков в сочетании с успокаивающим воздействием гвоздика. Стоила такая у нас 130, по-моему, рублей, насколько я помню. Вот. Это от Пурины. Ну, нормальные палочки. Там состоят 5 штук. Они, кстати, очень приятно пахнут. Мне так нравится, как они пахнут. Так вот выглядит одна штука. Очень классный запах у ней. Для Фикуши мы купили щетку массажную Трикси за 385 рублей. Вот такая вот щетка. Она с резиновыми такими. Мы ее чешем на улице, потому что дома от нее будет много шерсти, если дома чесать. Она убирает плохо держащуюся шерсть. Так как у Далматина короткая такая шерсть, вот такая массажка ей нужна будет. Шерлоту меньше линей, чем Далматин. Вот. Шерлоту легче расчесывать. Не знаю, как-то длинношерстная собака по уходу легче, чем короткошерстная. Вот. Я это заметила. Такая вот обычная щетка. Вы просто одеваете ее сзади на руку и чешете собаку. Также сегодня вечером мы зашли в Ашан. Я купила вот такое вот кольцо для Далматина. Большое, потому что шерлота с таким играть не будет. Оно слишком жесткое. Желтенькое обычное кольцо. Фирма Зоуник. Очень дешевое, потому что российского производства. Оно вообще никак не сдавливается. Но я думаю, что чистить зубы для Фикуши. Чисать зубы, десны. Это отлично подойдет. Вот такое вот колечко. Дальше от фирмы Триол. Тоже в Ашане. Я купила аппетитные колбаски суткой. Состав тут мясо утки. Мука утиная. Мука утиный, жир. Также купили еще одну такую вот упаковочку снеков от Биф. Четыре штучки. Они очень мягкие поначалу. Потом, когда открываешь упаковку, через один день они становятся очень жесткими. Поэтому их нужно давать собаке свежими. В составе тут рис, сыр, белок животных, клетчатка, лецитин, масла. В общем, состав здесь ненатуральный. Шарлотта такое терпеть не может. Вот Фикуши любит чесать ими зубы. Вообще они для зубов отличные. Это серия Биф от фирмы Титбит. Также для Фикушки я купила шпикачку мясную. Тоже Биф с печенью, говяжьей морковкой. Колбаска для собак. Она такая большая. По-моему, 40 рублей стоила. Состав мяса, кукуруза, морковь, минеральные вещества. Вот такая вот большая колбаска. Ее можно надвое поломать и давать. А для Шарлота я взяла тоже от Биф. Это солямка такая маленькая. С легким говяжьим. И тыквой. В составе мясо, кукуруза, тыква. В общем, состав у них одинаковый. Просто это для большой собачки, это для маленькой. Кстати, хотела вам показать, какая у нас погода за окном. Очень сильно сегодня снег выпал. Мы как раз вышли с Шарлота погулять. И у нас вот столько снега выпало. И последней покупочкой была такая вот мышка от фирмы. По-моему, тоже Трикси. За 200 рублей я купила. В общем, вы водите перед кошкой. Эта вот палочка. Ее мышка как будто бы едет. Короче, это тоже так же я играю с Шарлотой. Потому что Шарлоте тоже нравятся кошачьи игрушки. Просто вожу. Она типа ее может ловить. В общем, это было все. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока!